13-й Международный конгресс рыбаков, который ежегодно проводится в первых числах октября во Владивостоке, впервые за все время его проведения и сугубо отраслевого мероприятия, стал местом, где формулируются задачи государственного планирования экономики на 15 лет вперед. Идет борьба между принципами распределения квот – историческим и аукционным. Вводятся новые сертификационные и контрольные требования в рыболовстве. А в аквакультуре вообще все еще только начинается и закладывается основа фактически будущей отрасли. Понятно, водные и биологические ресурсы – это государственное достояние, и государство в первую очередь определяет, как этими ресурсами пользоваться. Но и рыбопромышленное предпринимательство, в собственниках которого теперь государства нет, тоже должно думать об общественных интересах. Именно этот приоритет в деятельности рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока определил в своем по форме приветственном, а по сути проблемном выступлении руководитель Приморского края Олег Кожемяка. В решении этой задачи, по его мнению, основную роль должны играть крупнейшие отраслевые объединения. В первую очередь Ассоциация добытчиков Ментая и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и экспортеров. Ассоциация должна думать о том, как соединить промышленную добычу государственных ресурсов, нужно сразу указывать на это, и возможность населения получать эту рыбу по доступной цене не в ущерб предприятию. Не в ущерб предприятию. Но сегодня же она идет на экспорт, она идет через перекупщиков, никто не контролирует цены на конечном уровне. Я ее сегодня зачитывал, эту цену. Это же, в общем-то, ни для кого не является не ущербным для предприятия, но для населения это неподъемно. В рыбацких регионах рыба должна быть доступной, считает Кожемяка. И на Сахалине в должности губернатора Островной области уже предпринимал для достижения такой цели конкретные действия. Вы знаете, Олег Николаевич, когда пришел на Сахалин, он поставил ту же самую задачу. И он ее поставил очень просто перед рыбаками. Он нас всех собрал на рыбковском совете и сказал, ребят, вы что не можете накормить свои семьи рыбой? Вам-то надо всего 10 процентов. Отдайте их по нормальной цене, никто не сказал за бесплатно. И был разработан проект «Доступная рыба». На сегодня этот проект, он выполняется и выполнялся. И за этим следит Агентство по рыболовству. Ну, здесь у вас департамент, на Сахалине Агентство по рыболовству. Еще одна тема на перспективу на долгие-долгие годы вперед. Аквакультура. Фактически создание новой отрасли, формирование класса морских фермеров. Если в рыболовстве государство создает механизмы стимулирования квотами на обновление флота, предприятий обработки, холодильников, то в морекультуре все еще только начинается. Практически с нуля. А значит, нужны капиталовложения. Но их нет. Ни отечественных, ни иностранных. Деньги очень долгие. Это выгодно. Все понимают, что это выгодно. Но это тяжелый труд. Тяжеловато, конечно. С Азией нас некорректно сравнивать. Поэтому мы даже не на коленях еще стоим. Мы очень далеко. И будем очень рады, если они будут вкладывать деньги свои в нас. Мы будем очень рады. Но не бояться, честно скажу. Они просто боятся. А в чем страхи? Вот какими грустными историями делятся друг с другом приморские морекультурщики, когда обмениваются информацией о выделении рыбоводных участков и решениях контролирующих органов. И нарезали. У меня на рыбоводном участке водопользование. То есть, в частности, это говорит о том, что у меня сейчас на участке имеют право люди сделать аквапарк. Я в суде доказываю то, что я три года назад производил там высадку трепангов, активацию буквально в 800 метрах от этого аквапарка. Если вы понимаете, что такое рыбоводный участок, да? Вот. Я доказываю это в суде. И если в том году я выиграл это в суд, то сейчас мне будет тяжело его выиграть. Потому что согласие местного отделения фарм у них получено. И все-таки в рыбацкой отрасли идет очевидное развитие. Есть достижения при всех проблемах. Конгресс, с одной стороны, фиксирует эти изменения к лучшему, но с другой обязан выполнить задачу расстановки приоритетов, что является делом первой очереди. Пока ответ звучит так. Создать условия, чтобы в отрасли рост бизнеса совмещался с общественной пользой. Максим Яковлев, Новости на восьмом.